Значит, я с вечера уже заготовила мясо. У меня это куриная грудка. Нарезала я на такие порционные кусочки сразу. Также добавила сюда соль, итальянские травы, черный перец и немножко соевого соуса. И все вот это вот оставила на ночь мариноваться. И, в принципе, мяско уже готово. Но сейчас нам нужно еще заготовить некоторые ингредиенты, чем мы сейчас и займемся. Значит, нам понадобится еще твердый сыр и нам понадобится еще лук. Значит, первым делом я натру сыр. Нужно натереть его на мелкой терке. Сыр я натерла. И теперь я нарезаю лук полукольцами, тоненько. Я выкладываю мясо на противень. Теперь на мясо я добавляю майонез. Теперь сверху майонеза мы добавляем лук. Если вы не любите лук, то вы можете добавить, допустим, помидоры, чернослив. То, что вы любите. И теперь сверху мясо мы хорошенечко посыпаем сыром. Сыр желательно взять, который хорошо плавится. Все. Вот так сейчас выглядит наше мясо. Пахнет очень аппетитно. И теперь мы должны его отправить в разогретую духовку до готовности. И сейчас мы приготовим нашу любимую картошку. Для этого рецепта нам понадобится, конечно же, картофель, лук и разные специи. И майонез. Так, начнем мы с того, что нам нужно нарезать картофель. Буду я его нарезать вот таким вот образом. Все. Я нарезала весь картофель. Теперь нужно его хорошо посолить. Добавить немножечко паприки. Также черный перец. Я буду добавлять вот такие вот итальянские травы. И также я добавлю немножечко карри. Нам очень нравится карри в блюдах. Так, и теперь нужно картошку немножечко вот так вот перемешать вместе с луком. Я это делаю прямо на досточке. Можно это, конечно же, делать в каком-нибудь блюде. Но я это сейчас все равно буду отправлять в рукав для запекания. И там я еще ее хорошо перемешаю. Поэтому здесь вот так вот немножко перемешиваю. Все. И сейчас подготовлю рукав. И будем добавлять туда картофель. И теперь сюда картофелю нужно добавить еще немножечко майонезика. Совсем чуть-чуть. И также соевого соуса. Тоже чуть-чуть. Теперь закрываем рукав и отправляем запекаться. И нужно обязательно сделать парочку надрезов, чтобы пар выходил. Все. Смотрите, вот такое вот мясо и картофель у нас получился. Это безумно вкусно. Так что обязательно попробуйте приготовить по такому рецепту. Я купила свинину в шкуре. У меня вышло на 1,3 кг. Вышло на 121 гривну. И вот смотрите, у меня получилась вот такая маленькая косточка. Пойдет на суп или на борщ. Также вот такие вот три хороших куска. И также я еще отделила мясо. Вот такие вот куски. Хочу их пустить на шашлык. Теперь давайте будем приступать к приготовлению сала. Смотрите, у меня здесь уже готовый отвар из шелухи. Луковый. Так как я уже готовила сало до этого. И теперь снимаю рецепт для вас. Значит, я взяла шелуху с 5 луковиц. Таких среднего размера. Не очень много шелухи. Залила это все водой. Так, чтобы шелуха была покрыта. Укладываем туда сало. Еще у меня один кусочек. Укладываем туда сало. Значит, далее сюда нужно добавить соль. Вот так вот сверху шелуху. И далее я это варила до тех пор, пока у меня не появился такой хороший окрас. Как только появился окрас, я еще готовила сало около 50 минут. Так, я добавляю соль. Так как у меня отвар уже был подсоленный, я добавлю совсем немножко. Все, отправляем теперь это на плиту и будем за ним наблюдать. Смотрите, сало у нас готовится около 20 минут. И оно уже начало изменить свой окрас. Сейчас вам покажу. Смотрите, вот так вот оно выглядит сейчас. Уже начало изменить свой цвет. Ну, еще продолжаем его варить. Я думаю, еще минут 30. И оно будет у нас готово. Наше сало уже полностью приготовилось. Смотрите, какой сейчас красивый цвет у него. Значит, я натерла чеснок. И теперь нужно это сало все хорошо так вот смазать чесноком. После того, как мы хорошо смажем чесноком, я вот его сразу положила в контейнер. И нужно будет оставить его до полного остывания в холодильнике. Желательно на пару часов, чтобы оно хорошо промариновалось чесноком. Такая вот красота получается. Обязательно попробуйте приготовить. Это очень вкусно. Я думаю, это каждому понравится. Смотрите, как это сало выглядит в разрезе. Очень вкусное. Аппетитно пахнет. Оно полностью приготовилось. Вот такая вот красота. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Нам понадобятся яйца, ванилин, разрыхлитель, стакан сахара и стакан муки Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok